Во вторник вечером у остановки Уссурийская автолюбитель спровоцировал ДТП, в котором существенно повреждены сразу три машины. Вне очереди свернув во дворовый проезд, владелец Toyota RAV4 запустил короткую цепную реакцию. Он сбил с курса встречную машину, которая отлетела на припаркованный у обочины джип. Автолюбительница, которая стала первой жертвой невнимательности владельца кроссовера, спускалась по Волочаевской от улицы Ленина. Девушка ехала на недавно купленном Subaru Forester по первому ряду. Миновав светофор и автобусную остановку, горожанка не чувствовала никакой опасности. Встречный RAV4, стоящий у разрыва осевой линии разметки, Хабаровчанка прекрасно видела, но полагала, что шофер ее тоже заметил и ждет, когда она проедет мимо. Однако тот вдруг тронул машину с места и начал маневр. Он практически перед нами начал поворачивать налево, и все, получается, я в нем, от удара меня сюда унесло, и я поехала, у меня тут еще после удара сработала подушка, и я ничего не видела, куда я рулила. Меня понесло дальше в Прадика. Практически неуправляемый Forester ударился о бордюрный камень и продолжил движение уже по газону. Торможение на таком грунте совершенно неэффективно. Subaru остановился лишь после удара Land Cruiser Prada, стоящей в парковочном кармане. Виновник ДТП оправдался тем, что не заметил едущую ему навстречу машину. Ее хозяйка удивлялась. Тюнинг Forester был сделан специально для того, чтобы машина бросалась в глаза. За год это третий автомобиль, которым владеет Хабаровчанка. Ей захотелось машину с форсированным двигателем, однако автолюбительница прекрасно понимала, она управляет лошадиными силами, а не они ей. Самое обидное, что я купила машину часа два назад, то есть я еще должна не рестнила разогнаться, потому что машина мощная, моя попроще была. Ехала на этом 60, и все, и вот, пожалуйста. А хотя бы страховку успели оформить? Страховку-то успела оформить, но опять-таки страховая же должна его подмещать. То есть там 160 тысяч выпад на максимум, а у меня все, все меняется. Спора о том, кто виноват в ДТП, не возникла за очевидностью ошибки шофера Тойоты. При повороте он должен был уступить дорогу встречным машинам. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.